Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодня наш вебинар посвящен настройкам, которые необходимо делать при начале работы с 1С ERP. И вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наш телефон, наши телеграм-контакты и вы видите адрес сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобное время проведения нашей встречи или вы не смогли досмотреть до конца, то через некоторое время мы выкладываем на сайте запись нашего вебинара. Вы можете посмотреть в удобное для вас время. Ну и соответственно, может быть найдете еще какие-то полезные для себя материалы. Так что приглашаем вас к сотрудничеству, приглашаем вас посетить наш сайт. А сегодня мы начинаем нашу встречу. Программа вебинара вы видите сегодня на экране. То есть она посвящена практически тонкостям и настройкам, которые необходимо учитывать при первоначальной настройке. Мы поговорим про группы финучета ГФУ, про структуру компании, на что повлияет эта ваша структура, про учетные политики. Ну то есть, в общем-то, поговорим про первоначальные настройки, дополнительные сервисы и отчеты. Сначала немножечко, так сказать, нормативной информации, как у нас сегодня будет построена встреча. Мы будем с вами смотреть, ну можно так сказать, нормативную информацию по слайдам. Будем переключаться на демо-версию 1S ERP. Сейчас я переключусь, чтобы было наглядно видно, как это у нас будет происходить. То есть у нас есть демо-версия, и мы будем переключаться и ручками делать то, о чем мы поговорили по слайдам. И снова переключаемся на наши слайдики и поговорим, почему сейчас, в общем-то, это самое такое горячее время именно для таких вот телодвижений. Ну, первое, естественно, это то, что сейчас у нас июнь месяц, то есть заканчивается практически последний месяц полугодия. И июнь, это у нас будет расчетный период, когда мы должны будем сдавать отчетность. И, соответственно, если у вас произошло за это время приобретение нового программного продукта, то сейчас самое время провести настройки, чтобы можно было сформировать регламентированную отчетность. На самом деле ЕРПИ – это одна из самых, ну, скажем так, крупных предприятий. Рассчитана она на производственные предприятия, потому что здесь очень большой блок производства, который помогает структурировать вашу деятельность, помогает, в общем-то, избежать ненужных ручных операций и позволяет систематизировать, ну, естественно, управление. В первую очередь можно, ну, объединить, если можно так сказать, настройки, которые необходимо сделать для того, чтобы у вас заработала ЕРПИ. Несмотря на то, что обычно бывает много энтузиазма, что сейчас мы шапками всех закидаем, сами все сделаем, и все будет нам счастье, на самом деле это, к сожалению, не так, потому что программы достаточно сложные в заполнении, имеют много дополнительных функций, и от того, как вы заполните первоначальную информацию, будет зависеть и функциональность программы, и удобство, естественно, ее дальнейшего использования. Первоначальные настройки, которые необходимо выполнить, можно разделить по разделам, то есть настройка интерфейса, начальное заполнение учетной политики и так далее, настройки прав пользователей. Вот здесь нужно сразу оговориться, что это достаточно условное деление. К сожалению, в ЕРПИ есть такие блоки, которые требуют дополнительной активации для того, чтобы можно было с ним начать работать. Ну, в частности, такой блок, например, ведение воинского учета. То есть, если в бухгалтерии мы сразу видим функционал, и сразу можем что-то, что мы используем, отметить, что не используется, отложить в долгий ящик, то в ЕРПИ у нас ситуация абсолютно противоположная. Для того, чтобы активировать нужные нам блоки, необходимо включить первоначальные настройки, то есть, чтобы программа понимала, что мы с этими блоками будем работать, и, соответственно, уже дальнейшие настройки будут происходить с их участием. Изначально мы отталкиваемся от того, что человек, который начинает работать с ЕРПИ, уже имел дело с 1С, то есть, простейшие операции заполнения мы не рассматриваем, мы берем по умолчанию, что пользователю уже знакома работа с программным обеспечением 1С, и что большинство настроек, ну, например, как работать с документами, как создать документ, как изменить дату, это нам уже знакомо, и мы на этом останавливаться не будем, только если в том случае, что здесь будут какие-то необычные настройки. Итак, после того, как у нас появилась программа, что нам необходимо сделать? Ну, во-первых, в первую очередь, при первом запуске программы, после того, как пройдет операция активации справочников и классификаторов, у нас будет доступно вот такое окошко, в которое мы должны будем ввести свои данные, то есть, логин и пароль по регистрации на сайте 1С. То есть, когда вы купили программу, у вас есть анкета и отрывной талончик у этой анкеты, соответственно, вы должны будете отправить их в компанию 1С, для того, чтобы ваша программа была за вами зарегистрирована, и чтобы вы могли пользоваться поддержкой 1С и ТС, то есть, это информационно-технологическое сопровождение. Без него работать очень неудобно, потому что многие и справочники, и классификаторы, и достаточно много методической поддержки можно подчеркнуть, так сказать, из этого ресурса. Поэтому обратите на это внимание, это нужно сделать. Без этой настройки программа работать будет, но доступа на портал у вас не будет, и, соответственно, вы потеряете массу времени на то, чтобы найти аналогичную информацию в интернете на каких-то других ресурсах. После того, как мы с вами запустили, выполнили первый запуск, мы выполняем с вами настройку интернет-сопровождения, и после этого у нас показывается, скажем так, уже вот такой интерфейс. Это интерфейс начальной страницы. Вот она у нас выделена, видите? Начальная страница. То есть, по мере заполнения здесь будут отражаться ваши задачи. Сейчас у меня задачи не включены, потому что у меня тема базы, и я их и не настраивала. Ну, соответственно, будут включаться напоминания, что вам надо выполнить такую-то процедуру или такую-то операцию, что вам пришли письма, ну, и, соответственно, реагировать на эти изменения. Это, так сказать, рабочее поле, общее, и, соответственно, вот эту настройку вы можете сделать под себя, то есть, чтобы были видны не все письма, которые валятся вам на почту, а только те, которые касаются вас. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу, и я вам расскажу немножко про другие вещи. То есть, поскольку у нас в этом году очень много изменений, очень много в новых релизах выходит дополнений, доработок, ну, естественно, исправления багов, то здесь очень большое внимание играет этот релиз. То есть, соответственно, релиз программы, который у вас установлен. Посмотреть, какой релиз мы можем вот по вот этой пиктограммке. Вот так мы ее вызываем. И сведения о программе у нас помечены вот такой пиктограммой и с точечкой, то есть информация. И нажав на эту кнопку, мы попадаем в сведения о программе. То есть вот здесь вот у нас указан релиз нашей базы и, собственно говоря, релиз конфигурации. Здесь тоже обратите внимание вот на что. То есть уже два версия двойкой у нас не поддерживается. У нас сейчас 2 и 5, 11 и 96. При этом вот эти цифры достаточно важны. То есть 11 и 96, 11 – это 11 версия. Сейчас уже есть и 12 и 13. Но обращать внимание следует на то, что 1С заявляла о том, что релиз длительной поддержки – это 2.5.8. Ну, соответственно, после 8 там тоже идут уже достаточно большие изменения. У нас релиз не самый последний для дымобазы. Ну, не такой уж, чтобы совсем дремучий, потому что, естественно, с каждым обновлением добавляются какие-то функциональные опции, добавляются какие-то изменения. И, например, функции функциональной опции остаются те же, но может быть, например, немножко другая компоновка. То есть может быть, что вы на привычном месте не нашли чего-то, к чему привыкли, значит, этот функционал немножко изменен, располагается в другом блоке. Итак, у нас настройка, ну, чаще всего предполагается, что первоначальную настройку выполняют финансовые специалисты, то есть либо главный бухгалтер, либо финансовый директор. Ну, чаще главный бухгалтер, потому что требуется настройка регламентированных отчетов. Ну, то есть чтобы можно было сдавать регламентированную отчетность. Но, тем не менее, кто бы у вас не занимался этим делом, сначала мы должны сделать настройки, которые позволяют программе работать, то есть вообще функционировать. И уже после этого можно заниматься дальнейшими настройками, которые можно делать по ходу работы, по ходу пьесы, так сказать. Располагаются у нас первоначальные настройки в разделе инсы и администрирование. Инсы – это у нас нормативно-справочная информация. Ну и, соответственно, сейчас мы туда переходим. Строение имеет вот такое. То есть, как видите, у нас три столбца. Первый – начальное заполнение. Это в основном заполнение справочников и классификаторов. И второй блок – это настройки инсы и разделов. Каким образом и в каком порядке нам следует использовать эти пункты. Но первое, что нам надо сделать, это нам надо задать общие настройки. У нас есть в разделе администрирование. Вот вы видите обслуживание и общие настройки. Обслуживание – это в основном блок, которым чаще всего пользуются специалисты. IT-специалисты, потому что здесь удаление объектов, возможность проанализировать работу пользователей и так далее. А вот общие настройки – это как раз то, что касается работы с программой. Значит, здесь мы с вами видим, что у нас все, что мы запомним здесь, будет в последующем отражаться либо на титульных листах декларации и других регламентированных отчетов, либо задает какие-то фундаментальные опции, которые нам будут необходимы. Что такое заголовок программы? То есть текст, который мы сюда введем, у нас отражаться будет вот здесь. Ой, извините, я увлекся. Сейчас мы развернем. Будет отображаться вот здесь. И, в принципе, существует он для того, чтобы обозначить, как, если, например, у вас холдинговая структура, как будет организовано введение и хранение вашей информации. Соответственно, если вы будете публиковать свою базу, то здесь задаются настройки. Ну, например, где у вас она расположена в интернете и так далее. Но, в принципе, в нашей российской действительности это мало кто делает. В основном только крупные компании, которые хотят, кроме обычного введения учета, еще какие-то имиджевые цели преследуют. Контактная информация. Это информация, которая попадает во все ваши другие справочники и классификаторы и, соответственно, как будут отражаться. То есть, вот сейчас мы с вами перейдем, задается, как будет отражаться телефон, как будет отражаться мобильная почта, как будет электронная почта. Ну, то есть здесь нужно пройти и посмотреть, какие сведения у вас не заполнены, в каком формате вам нужно их, вам хотелось бы их видеть. Дополнительные реквизиты. Это если вам нужно, чтобы у вас в документах отражалась какая-то дополнительная информация. Ну, например, по обособленному подразделению или еще какая-то дополнительная. Дополнительные какие-то сведения. История изменений в практике для рядового пользователя, в принципе, не нужна. Это больше для технических специалистов, но, тем не менее, мы знаем, что она у нас здесь живет. Поиск данных. То есть, как у нас будут дальше во время работы происходить, например, настройки. И нужно ли будет сохранять настройки, которые мы задали для каких-то отчетов. Поиск данных. То есть, вот здесь желательно проставить флажок, потому что в этом случае нам становится доступным полный текстовый поиск данных. То есть, мы сможем набрать нужное нам слово, и программа будет искать по нужному слову или словосочетанию. А вот эти две настройки, электронной подписи, шифрование и удаление помеченных объектов, это, в общем-то, достаточно неоднозначная настройка, которая требует особой осторожности. Потому что электронная подпись, как вы знаете, у нас сейчас выпускается только налоговыми органами. То есть, допустим, квалифицированная электронная подпись. И если вы такую подпись будете использовать, то, соответственно, у вас будет возможность подписывать документы, например, если вы с документооборотом будете интегрировать и так далее. Но нужно помнить, что это не просто фоксимили, потому что фоксимили достаточно много случаев, когда не допускается. То есть, например, на денежных документах, на товаросопроводительных документах, то есть документов, которые сопровождают движение товаров. Поэтому здесь это должна быть не просто фоксимили, а, соответственно, уже подпись, которую можно использовать в электронном документообороте. И, собственно говоря, здесь же подписи, которые должны использоваться при обращении программы к вашим данным на сайте 1С. Ну, то есть, вот с этим нужно быть поаккуратнее. И еще один тоже такой достаточно своеобразный пункт – это удаление помеченных объектов. Почему на него нужно обратить внимание? Потому что здесь есть возможность автоматически удалять помеченные объекты. То есть, в обычном порядке у нас с вами происходит, ну, в принципе, те, кто работал в 1С, достаточно привычно уже такая ситуация, когда нужный объект помечается на удалении. И потом централизованно помеченные на удалении объекты у нас удаляются при запуске сеанса. Если мы проставим вот здесь вот галочку «Автоматически удалять помеченные», то здесь, конечно, у нас есть сервисные функции, которые позволяют настроить расписание, когда удаляется и так далее. Но, тем не менее, у вас не будет вот этой подушки безопасности, которая позволяет перед удалением еще раз просмотреть то, что вы удаляете. И, соответственно, будут объекты удаляться сразу, когда на них поставили отметку на удаление. Это особенно на первых порах бывает достаточно неудобно, потому что пока человек еще не освоился, удалить он может то, что, в общем-то, ему жизненно необходимо, но он еще об этом не знает. После того, как мы прошли вот эти первоначальные настройки, здесь, в принципе, такого особо критичного ничего нет. В основном внешнее оформление, видимость, ну и дальнейший сервис, как мы работаем с источниками данных, с телефонами, с электронной почтой и так далее. Это у нас мы с вами смотрели общие настройки. Пару слов об интерфейсе. То есть у нас вот сейчас вы видите этот интерфейс такси. Для тех, кто работал, например, в бухгалтерии, это может быть не очень комфортно на первых порах, потому что там, как вы помните, например, в бухгалтерии предприятия у нас располагаются сверху. Все пункты меню. И мы можем выбрать там, соответственно, например, блок зарплаты, кадры и так далее. На самом деле функциональность, что при интерфейсе такси, что при старом интерфейсе, у нас не страдает. То есть у нас есть абсолютно те же самые блоки. Просто расположение идет с левой стороны на желтом поле. Вы видите расположение блоков, которые у нас есть. Ну и в принципе, если это уж очень сильно неудобно, мы можем вернуться на старый интерфейс. То есть, соответственно, вот здесь вот мы ставим точку вот сюда. И программа нам выдает предупреждение, что необходимо сделать. То есть в этом случае необходимо просто перезапустить программу. Но мы будем с вами смотреть на интерфейс такси, так как сейчас он все больше и больше имеет тенденцию к расширению. То есть большинство после первого, так сказать, адаптивного периода находят, что такой интерфейс более удобен, потому что позволяет не занимать место на рабочем экране. И, собственно говоря, достаточно удобно работать со всеми имеющимися блоками. Дальше у нас идет, снова возвращаемся в раздел инсы и администрирование. И дальше у нас идет центральный столбик, то есть настройка инсы и разделов. Эта настройка, если можно так сказать, более грубая настройка. После того, как мы заполним то, что находится здесь, у нас начинается заполнение уже более точных настроек. То есть мы заходим в каждый раздел. И обратите внимание, то есть у нас здесь есть, допустим, начальное заполнение, есть какие-то справочники, контрагенты. И, собственно говоря, уже более тонкая настройка. Ну, например, меню продажи. Как вы видите, здесь у нас скомпонован отчет по продажам, электронный помощник. То есть очень удобная фишка на первых кварах, пока вы еще, ну, скажем так, не очень хорошо ориентируетесь в конфигурации. И дальше идут справочники и, собственно говоря, документы, которыми можно оперировать при работе с, вот, конкретно продажей. Допустим, чаще всего коммерсанты работают. Здесь уже готовые документы. То есть если мы переходим по вот пунктам, на которых я сейчас останавливаюсь, у меня будет возможность открыть и создать этот документ. С одной стороны это удобно, с другой стороны это два лишних шага. То есть нужно зайти в раздел, зайти сюда и выбрать то, с чем работаешь. Чаще всего в этом случае делаются, выходят из положения таким способом. То есть вот жирным шрифтом выделены журналы или рабочие места, которые позволяют открыть, например, и открыть журнал документов и уже работать напрямую с журналом документов. Ну вот конкретно меню продажи, если мы открываем документы продажи все, то у нас откроется журнал, общий журнал документов, вот вы видите. И здесь уже можно как выбирать конкретно по виду документа, так и через кнопочку создать, создавать новые. И вот немножко непривычно после бухгалтерии, то есть здесь вы видите, вот я нажала создать, у меня достаточно большое меню открылось. И вот так вот, когда я вижу, что у меня здесь что-то зарыто, то я могу открыть и выбрать нужный мне документ. Но вот мы с вами первые посмотрели, общие настройки сделали, но работать с конфигурацией еще нельзя. Даже несмотря на то, что мы уже выбрали интерфейс, допустим, согласились, что у нас будет такси и так далее. Интересует нас последовательное заполнение некоторых разделов. Критично для нас это будет предприятие, это будет номенклатура. К сожалению, мы на ней много не сможем уделить времени, остановиться надолго, потому что на самом деле справочник очень большой, мы поверхностно по нему пройдем. И настройки, соответственно, по работе с денежными средствами, это казначейство и взаиморасчеты, финансовый результат и внеоборотные активы, ну и естественно регламентированный учет, потому что это создание и отправка, обмен с налоговыми органами уже регламентированными отчетами, то есть декларациями, расчетами и так далее. Итак, начинаем мы с предприятия. И здесь мы выбираем самое основное, пожалуй, сколько юридических лиц мы сможем ввести в нашей конфигурации. Напомню, что, например, бухгалтерия базовая позволяла ввести только одно юрлицо, то бухгалтерия проф позволяла ввести много юрлиц под одной крышей, так сказать, в рамках одной конфигурации, ну и так далее. Точно так же у нас и ERP, то есть мы можем выбрать, что у нас будет одно юрлицо, которое будет заниматься всем на свете, или у нас будет несколько организаций, то есть у нас будет несколько юридических лиц, например, ИП, ООО и так далее. Значит, если у нас будет несколько юрлиц, мы должны поставить вот в этом окошечке чекбокс, то есть вот такую зеленую, неповторимо красивую галочку. Значит, в этом случае мы задали возможность ввести мультифирменную филду. А если у нас с вами, поставим вот так, если у нас с вами имеются обособленные подразделения, при этом обратите внимание, как выделенные на отдельный баланс, так и не выделенные, то, соответственно, мы должны проставить здесь вот тоже галочку. И классификация задолженности, то есть это долгосрочная или краткосрочная, но кроме того, что мы разделяем на долгосрочную или краткосрочную, вот так вот ставим флажок, у нас, соответственно, появляется представление. То есть если, например, стандартная, внешняя, которая приходит к нам из, то есть не в программе формируется, а внешняя, и полная, то есть наименование, да, то есть привычные всем реквизиты. И здесь же у нас с вами живет валюта. Обратите внимание, что если мы при настройке не поставили, что, то есть не учли вот эту возможность, то есть что мы будем работать с валютой, у нас не будет возможности работать ни с валютным контролем, ни с иностранными поставщиками, то есть, соответственно, валюта регламентированного учета, мы должны отметить, что будет вестись несколько валют. Поскольку у меня уже запомнили некоторые данные, то у меня этот пункт, видите, стал неактивным. Но при первеначальных настройках я ставлю здесь флажок. И следующий момент еще валюта управленческого учета. То есть бывают организации, где управленческий учет, например, в долларах происходит. В этом случае мы ставим ту валюту, в которую вы хотите, чтобы пересчитывалось все в вашей конфигурации. То есть в этом случае мы проставляем USD, например, или евро, или UE. Так, нет, нам этого не надо. То есть, соответственно, вот здесь вам надо обязательно лучше всего проставить флажок, что валюта, то есть что есть возможность применять несколько валют, а будете вы их использовать или нет, это уже в дальнейшем жизнь покажет, как говорится. Это мы с вами пробежались по тому, что у нас находится в настройках предприятия. И, соответственно, что используется справочник, который используется во всех абсолютно сферах жизни, это номенклатура. То есть здесь нам нужно, опять же, мы задаем общие настройки и задаем в зависимости от того, какие реалии на вашем предприятии. Лучше всего, естественно, проставлять флажки максимально подробно, ничего не пропуская, потому что сегодня у вас нет, например, многооборотной тары, а завтра раз и появилась, то есть завтра вы должны будете ее учитывать. Чтобы не тратить время на возможность подключения этого функционала, лучше это сделать сразу. То есть открыть себе полный функционал. После того, как мы это для себя организовали, у нас единица измерения. Здесь обратите внимание, что единица измерения по умолчанию здесь зашит справочник единицы измерения. И добавить в рабочий список какие-то новые, это на самом деле не сложно. Ну и вы видите, что для единицы измерения у нас существует классификатор, в котором устанавливаются наиболее часто употребляемые единицы. И, допустим, единицы измерения для различных отчетов. Ну, например, что у вас будут не штуки, а комплекты. Ну, какие-то, может быть, у вас экзотические существуют единицы измерения. То есть это все мы задаем вот здесь, единицы измерения. Здесь ничего особо сложного нету. Справочник единицы измерения у нас был и в бухгалтерии, и во многих других конфигурациях. Единственное, на что нужно обращать внимание, что когда вы выбираете, то выбирать нужно из уже имеющихся. То есть когда у вас уже установлены наименования в российском формате и в международном формате. Ну, естественно, можно добавлять сюда, что-то подобрать из классификатора, если здесь не используется. Но чаще всего это возникает вопрос, когда задается, например, услуга. Вот в этом случае приходится вводить ее ручками, потому что услуга такого наименования нет. Настройки создания. Ну, это вот это технически, как бы такой блок, мы не будем на нем полностью останавливаться. Просто немножко скажем, что вот он существует. Точно так же можно делить на сегменты и настраивать поиск и подбор. То есть это для работы операционистов, которые занимаются, например, вводом первичных документов или выписывают документы реализации и так далее. Дополнительная информация. Дополнительная информация, это на самом деле здесь может использоваться любая информация, например, сертификаты, если вы удерживаете их. И обратите внимание, возможность работать с драгметаллами у нас отмечается, так сказать, открывается этот функционал здесь же. То есть если вам необходимо работать с драгметаллами, то вот этот флажок мы проставляем в этом поле. То есть отдельно проставляется эта отметка. В этом случае становится доступен функционал работы с драгметаллами и с камнями. И соответственно в дальнейшем появятся и в справочниках, ну как бы такие элементы. И будет работать механизм учета драгметалла. Ну и информативные цены номенклатуры. Это здесь возможность работать с ценами номенклатуры, с настройкой и так далее. Ну то есть это тоже лучше поставить заранее, потому что потом в принципе 90% пользователей возвращаются к тому, чтобы поставить сюда отметку. На самом деле, если вы не поставили при настройке драгметаллы, то ничего страшного особо не произойдет. Просто вам нужно будет в последующем, когда у вас появится такая необходимость, вернуться сюда и поставить здесь флажок. Единственное неудобство, что обычно к тому моменту многие пользователи уже просто забывают, где это находилось. В общем-то по номенклатуре мы не будем останавливаться, потому что здесь можно говорить долго, с удовольствием. И пока я буду это делать, вы забудете, с чего все началось. Поэтому после номенклатуры мы с вами переходим за зарплатой кадры. Мы по умолчанию считаем, что мы ведем в этой же программе и зарплату, и кадры. Поэтому здесь нужно будет делать такие настройки. Но мы сейчас просто глянем. То есть, как вы видите, здесь ставится отметка, то есть будем ли мы вести учет в этой конфигурации, или мы в отдельной конфигурации, например, зарплатой кадра будем это использовать. И точно такая же отметочка у нас будет ставиться. Сейчас я закрою номенклатур, чтобы она нам не мешалась. И точно такая же операция нам предстоит при расчете зарплатной платы. То есть мы ставим здесь отмечки, что мы будем вести с аналитикой по людям. И, соответственно, в этом случае потом уже можно будет вернуться и более подробно просмотреть, что здесь настроено. А вот из того, что критично, критично нам будет, соответственно, финансовый результат и регламентированный учет. Значит, вот в финансовом результате у нас с вами настраивается один, ну, пожалуй, самый важный пункт, который, в общем-то, ведет, ну, несет за собой изменения в глобальном, так сказать, масштабе. То есть это у нас финансовый учет. Вот эти флажки у меня на данный момент недоступны, потому что в моей демо-базе уже по вот этим операциям созданы документы. И, соответственно, если я создала уже какие-то документы, то потом в настройках я не могу отменить эту функциональность. Пока вы не настроили, то вы, соответственно, можете проставить любые флажки, которые соответствуют вашим реалиям. Здесь мы отмечаем то, что у нас фактически находится в учетной политике. Мы учетную политику с вами еще посмотрим поподробнее. Ну, и, соответственно, главбуски здесь не заблудятся, потому что то, что у вас в учетной политике, соответственно, мы переносим сюда. То есть создание резервов, учет прочих активов и пассивов. То есть это у нас в балансе, соответственно, статьи активов, статьи пассивов. И дальше постатейные расходы, надо или не надо. Теперь учет товаров. То есть учет товаров между организациями, то есть так называемая интеркомпания. Вот здесь лучше поставьте флажок, потому что если вы выбрали, например, мультифирменный учет, то у вас по-любому будет передача между организациями. То есть интеркомпания, движение внутри группы ваших организаций. Договоры между организациями. Чаще всего, даже если вы официально не используете документ, то один дежурный договор всегда программа создает. Вести учет себестоимости товара, с какого числа. Главное, обычно ставится дата начала ведения учета в этой программе. И, соответственно, будете ли вывести детей резервы под обесценение. Как вы знаете, сейчас это обязательная процедура. То есть по-хорошему нужно отметить здесь тоже флажок. И вот обособленный учет. Это тоже. Если у вас несколько, например, проектов различных, то нужно ли вам проставлять вот эти флажки. То есть аналитика по сделкам, по подразделениям или по менеджерам. Ну и по назначениям. То есть программа позволяет вести аналитику и в разрезе подразделений, и в разрезе направлений деятельности. Так что это, в общем-то, удобно. Автоматические расчеты. Вот здесь, ну, все опять будет зависеть, во-первых, от величины вашей компании, а во-вторых, от ее специфики. То есть нужен ли вам партионный учет. Исправление и проверка документов. Вот здесь вот все будет зависеть от того, как вы хотите вносить изменения. То есть не сторнировать документы, а вносить какие-то корректировки или работать через стороны. Ну и работа с целевыми показателями, это мониторинг. И, соответственно, в этом случае вы будете получать управленческую и налоговую отчетность в случае, если у вас будут какие-то в этом плане отклонения от общепринятых показателей. Это мы с вами посмотрели финансовые результаты контроллинг. И если мы с вами из грубых, так сказать, настроек переведем финансовый результат, то мы увидим, что здесь, в общем-то, самое основное – это у нас закрытие месяца. То есть финансовые результаты контроллинг. Здесь у нас живет закрытие месяца. И это в основном самый главный документ. Потому что в ЕРП у нас реализована возможность введения бухгалтерского учета, управленческого учета, налогового учета. И, соответственно, при закрытии месяца происходят все регламентные операции. И появляются проводки. Вот это очень непривычный для бухгалтеров момент. Потому что, особенно если вы работали в бухгалтерии, то привычно, что вы провели документ, быстренько залезли, посмотрели проводки, а здесь, получается, вы залезли, а проводок нет. То есть закрытие месяца в ЕРП происходит как бы как отдельная жизнь. Но здесь у нас существует возможность сделать предварительное закрытие и окончательное закрытие. Потому что, когда делается окончательное закрытие, у нас переформировывается, соответственно, себестоимость. С учетом уже движения документов восстанавливается последовательность проведения документов и так далее. Если мы делаем предварительное закрытие, то у нас не пересчитывается себестоимость, а делается по тем данным, которые на данный момент сформированы в системе. То есть, соответственно, это будут не очень точные данные, но они обычно дают представление о том, какие цифры пойдут в баланс. То есть, при окончательном закрытии они, конечно, скорректируются, но, по крайней мере, можно будет просмотреть формы. Здесь же у нас, то есть, не обязательно нам каждый раз делать закрытие месяца. На самом деле мы можем получить отражение в регламентированном учете. И, кроме вот этого режима закрытия месяца, но это мы посмотрим чуть-чуть попозже, будем смотреть эти настройки. И вот теперь мы с вами, значит, сходили, где у нас формируется, посмотрели основной финансовый результат. Дальше мы с вами посмотрели предприятие и номенклатуру. И дальше мы с вами пойдем не совсем по порядку, а пойдем мы с вами вот сюда, нормативно-справочная информация. То есть, это раздел, где у нас находятся всякие справочники и классификаторы. И интересовать нас будет меню организации. То есть, как вы видите, когда я захожу по этой ссылке, у меня открывается журнал, в котором я вижу все свои юридические лица. То есть, видите, здесь могут быть и предприниматели, и, ну, в общем, все, кто хочешь. Ну, вот откроем первое попавшееся лицо юридическое. Это у меня Андромеда Плюс. И вот здесь это у нас второй, наверное, по значимости, участок, который требует заполнения. Это организационная структура и сведения по учетной политике. Сведения у нас получаются. Учетная политика у нас будет для бухгалтерского, налогового учета и для международного учета. Ну, соответственно, закладочка общая. Это у нас регистрационная информация, которая берется из открытых источников, ну, например, и ГРИУ, и ГРИП и так далее. Ну, здесь есть небольшой сервис. Это проверка контрагента. Если вы подписчик ИТС, например, проф, то это будет у вас сервис этот бесплатный. Если ИТС Техно, то в этом случае он будет за дополнительную плату, но, в общем-то, можно сказать, достаточно символическую. Там порядка 4800 рублей в месяц. То есть, соответственно, если это разделить на 12 месяцев, то получится очень даже дружественная сумма. Зачем нам это нужно? Это нужно для того, что мы можем задать ИНН, дальше использовать вот такую ссылку, и, соответственно, у нас будут взяты данные и заполнить ненужные поля всеми данными, которые есть в регистрационных сведениях про предприятие. В этом случае очень удобно, потому что, во-первых, не надо тратить время на то, чтобы ручками это все заполнить, а, во-вторых, заполняется оно уже, в общем-то, автоматизировано, и здесь уже не будет ни ошибок, что, например, вы записали Андромеда 2 пробела плюс или каких-то аналогичных сложностей. То есть сюда пойдет информация, которая официально зарегистрирована в доступных ресурсах. Точно так же вот здесь вот нужно обязательно заполнить все и юридический адрес, и фактически, ну, соответственно, телефон, потому что отсюда будет информация браться для составления точных фактур, для налоговых деклараций и так далее. Поэтому здесь во всех справочниках, которые есть в 1С, лучше заполнять максимально подробно все поля. Потому что в этом случае, особенно на первых порах, когда вы еще не запомнили, откуда что, куда идет, то лучше постраховаться и заполнить максимально подробно. Потому что иначе потом вам придется в режиме ручного редактирования исправлять уже созданную, например, отчетность, декларации, расчеты и так далее. Регистрационные данные – это данные, которые пойдут в титульные листы всех ваших официальных деклараций. Заполняются они, видите, вот по такой гиперссылочке, то есть мы туда проваливаемся и заполняем сведения про организации, которые, в общем-то, у нас были и раньше в других конфигурациях. Просто немножко другая компоновка. То есть задаются все коды, которые у вас были присвоены, там, например, пенсионный фонд, фонд соцстрахования. Даже несмотря на то, что фонды сейчас объединены, то есть большинство организаций имеют присвоенные уже коды. Вот мы их здесь и указываем. И вот мы с вами добрались. То есть, как вы видите, переходим по ссылке и заполняем, соответственно, нужную информацию. Добрались мы до самого вкусненького, то есть до учетной политики. Вот здесь нужно быть особо бдительными и очень внимательными. То есть здесь желательно заполнять все поля, которые вы видите. Ну и, естественно, теми данными, что актуально на текущий момент. Потому что является и платильщиком единого налога на умененый доход. Это понятно, что уже не актуально, потому что умененка у нас отменена уже достаточно давно. Ну, если вы являетесь плательщиком налога на добычу полезных закопаемых, то, конечно, вам сюда надо проставить флажок. Ну и выбор системного логообложения. То есть в моем юрлице она общая. Если у вас упрощенка, то, соответственно, у вас, видите, изменяется поле для заполнения и появляются дополнительные поля. Если с системой налогообложения это самое, так бы, как сказать, простое, то вот дальше учетная политика финансового учета, обратите внимание, финансового учета, у нас уже все гораздо более сложнее. То есть методы оценки стоимости. Ну, во-первых, это средняя. За месяц, если, например, у вас упрощенка, то вы выберете FIFA. Выпуск продукции, ну, соответственно, как у вас в учетной политике задано, вы выбираете. Ну, пусть будет у нас по фактической стоимости. Ну и дальше, соответственно, в каждом разделе, вот здесь вот мы должны ставить и обратить внимание с учетом ПБУ или без учета ПБУ, ФСБУ новых. Ну, например, 601 у нас не действует уже. Это уже ФСБУ 601 и ФСБУ 14-2007. Это тоже у нас, соответственно, с какой даты начисляется амортизация собственных средств. Это делается на основании ФСБУ 6 и ФСБУ 26. И, соответственно, с первого числа месяца, следующим за месяцем принятия к учету, это было то, что мы раньше делали, согласно ПБУ. И если мы сейчас уже на основании новых ФСБУ действуем, то у нас будут стоять даты принятия к учету, потому что раньше у нас было с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету. Ну, и так мы доходим до конца и заполняем, соответственно, те флажки, которые здесь соответствуют нашим реалиям. И вот здесь будем ли мы дисконтировать кредиторскую задолженность и так далее. Это у нас с вами был финансовый учет. И теперь у нас есть бухгалтерский учет и налоговый учет по налогу на прибыль. То есть, соответственно, все бухгалтерские проводки, которые у нас ведутся, мы задаем вот в этой настройке. То есть используем ли 18 ПБУ. Ну, чаще всего сейчас берется либо балансовый метод, либо балансовый с отражением постоянных и временных разниц. И если вы сомневаетесь, что это такое, то вот по такому знаку, вот вопросик, у нас всплывает контекстная справка, то есть конкретно, что это такое. Можно посмотреть поподробнее, что, кстати, очень удобно, особенно когда сомневаешься или, например, раньше не использовалась, что можно подсказку зала. Вот. И, соответственно, все касающиеся разделы, которые надо запомнить, мы должны пройти. Ну, вот, например, журнал отчетности. Вот здесь есть интересный момент. Настройка заполнения бухгалтерской либо финансовой отчетности. А в ERP реализована такая возможность, что она может быть настраиваемая. То есть вот сейчас у меня, видите, по умолчанию установлено, не настраивается. Судя по пиктограммке, то есть это вот кире с точкой, это у меня установлено через конфигуратор. А настраивается, вот это уже мое творчество. То есть я могу выбрать настраивается, ну, и посмотреть, что сокрыто в этом справочнике. Я могу здесь. Ну, поскольку я только для примера составляла, написала, то, соответственно, я уже внутренность не заполняла. Ну, вот, например, зарплата. Вести учет расходов на оплату труда по счету 70 детализации по работникам операции. То есть это у меня получается настройка блока зарплаты, что у меня будет аналитика по людям. И, соответственно, в связи с этим будет заполняться вся отчетность, которая у нас идет по персонифицированному учету, по индивидуальным начислениям и так далее. После того, как мы разобрались с политикой бухгалтерского учета, у нас остается еще учет налога на прибыль. Вот. Мы вот так вот открываем. И здесь с какого периода, ну, поскольку мы помним, что учетная политика у нас создается на текущий год в конце предыдущего года, то есть в декабре месяце, и приказ об учетной политике у нас должен быть датирован декабрем предыдущего месяца, то, соответственно, вот мы здесь заполняем показатели по согласно нашей налоговой и бухгалтерской отчетности. Здесь точно так же, как и в предыдущем, то есть в бухгалтерском учете, мы задаем согласно новым действующим ФСБУ, но уже, соответственно, в разрезе налога на прибыль. Еще раз повторюсь, здесь нужно быть предельно внимательным и предельно подробным. То есть все, что вы видите, и что вы можете заполнить, обязательно нужно будет выбрать и заполнить. Ну, соответственно, это данные, которые нас будут сопровождать, так сказать, на протяжении всей жизни в этой программе. Естественно, можно внести новую учетную политику там, например, на следующий год. И здесь в ERP есть вот какая тонкость. Если, например, в бухгалтерии мы для каждого юрлица делаем свою учетную политику, и она привязана к конкретному юрлицу, то в ERP у нас есть немножко другая возможность. Если у меня много разных юрлиц, например, там, пять юрлиц у меня применяют общий режим, и у них более-менее одинаковые настройки, то я могу записать в журнал созданную учетную политику, и потом для других лиц ее просто выбрать. То есть не заполнять каждый раз, а выбрать ее как уже готовый объект. Значит, после того, как мы посмотрели в учетной политике, это у нас учетная политика и налоги, у нас остается еще зарплата и кадры. То есть здесь у нас есть отдельные настройки, и, соответственно, по ним тоже надо пройтись. Ну, районные коэффициенты, то у вас, если юрлицы или, может, обособленные подразделения территориально относятся к районам Крайнего Севера или приравненному к Крайнему Северу, то, соответственно, вы должны зайти и проставить эти коэффициенты. И точно так же, как и при заполнении учетной политики, вы просматриваете и выбираете то, что касается ваших реалий, то есть, соответственно, применимо к вам. А вот здесь обратите внимание, у меня сейчас проставлен воинский учет, и поэтому я вижу вот такой вот блок. Здесь есть тонкость, потому что воинский учет программа может вести, но изначально отметка о том, что воинский учет активирован, не стоит. То есть, первоначально вы должны зайти в раздел инсы и администрирование, и если вы хотите, чтобы провелся, чтобы была возможность сработать с кадровым учетом, вам нужно перейти в раздел настройки разделов, переходим в кадры, и здесь у нас есть, вот видите, вот такой раздел воинский учет. По умолчанию он будет выглядеть вот таким образом, то есть, соответственно, здесь нету никаких флажков. Значит, я проставляю, ведется воинский учет, это дает возможность работать с блоком бронирования, и если у вас бронирование есть, то, соответственно, здесь будет еще один флажок, еще один чекбокс. То есть, соответственно, вот этот флажок нам добавляет один учет военкомат, отчет военкомат, а вот этот флажок нам добавляет еще два отчета. Ну и, собственно говоря, дальше вы проверяете тоже, что смотрит, что соответствует вашим реалиям, ну это уже при настройке блока. То есть, для того, чтобы у вас появилась такая возможность, вы должны НСИ и администрирование раздел кадр проставить флажок по воинскому учету, по ведению воинского учета. Тогда в разделе сейчас мы отсюда уйдем кадровый учет у нас, соответственно, будут вот эти вот флажки и в организации у нас будет на закладочке зарплата и кадры будет доступен вот этот блок воинский учет и, соответственно, мы можем туда зайти и изменить данные. То есть, с какого года добавить нужную информацию. И еще, о чем мне хотелось успеть сказать, это мы с вами посмотрели финансы и контролинг и блок регламентированного учета. Потому что здесь первое, что отражение операции. То есть, если мы планируем, что мы будем работать по полной программе, то есть, формировать отчетность и так далее, то мы должны поставить сложок, что у нас в программе будет вестись регламентированный учет. То есть, будут создаваться проводки. Потому что в противном случае у нас будут данные только, например, по управленческому учету без регламентированного. Ну, собственно, с какой даты вы начинаете вести. И вот здесь вот еще одна важная настройка, то есть, управленческий учет ведется на плане счетов регламентированного учета. Лучше всего проставлять вот такую настройку, потому что если вы зададите какую-то другую, то будет достаточно, во-первых, неудобно привыкать к других программ, с той же бухгалтерией, ну, и во-вторых, это все-таки привычнее и более наглядно. Ну, и здесь мы настраиваем тоже, ставим флажки те, которые соответствуют вашим реалям и отчетность. Вот здесь вот, обратите внимание, вот здесь вот, в каких регистрах будет храниться отчетность. Сейчас один момент промахнулось, слетело. В валюте управленческой финансовой, то есть, соответственно, у вас будет, если вы задали валюту управленческого учета отличной от валюты регламентированного учета, у вас, соответственно, будет пересчитываться в нужную валюту. то есть, если у вас регламентированное будет в рублях, а управленческий, например, в долларах, то у вас при формировании отчета будет отражаться пересчет. А по отчетности обратите внимание вот на вот этот вот пункт. То есть, когда вы сформировали, вывели, например, на экран обратно-сальдо ведомости или какой-то баланс или еще что-то и хотите сохранить, в каком формате будут сохраняться эти сведения. То есть, по умолчанию стоит PDF, но все бухгалтеры знают, что с PDF-ом есть свои особенности для работы. Вот здесь, в этих настройках, вы можете выбрать, например, сохраняете вы в Excel, просто Open Документ или, ну, соответственно, в текст-тешном формате. То есть, вот здесь вот, ну, наиболее распространенное это Excel, ну, в зависимости какой у вас Excel, вот, потому что PDF вы сможете выбрать, а когда вы сохраняете в PDF, а рассчитываете на то, что сейчас зайду и поправлю, здесь бывает сложно вспомнить, где у вас стоит вот эта настройка и как ее изменить. Поставьте обязательно флажок на контролируемых сделках, потому что контролируемые сделки связаны с аффилированностью и потом у нас бывает достаточно сложно вспомнить, где контролируемые сделки можно. Ну, и сервисные функции, это на самом деле УВИРП есть такой функционал, он был в галтере, то есть это проведение ручных проводок. И вот здесь вот нужно помнить о том, что если вы разрешили такое вмешательство, то в этом случае, когда вы перепроводите документы, у вас эти документы, в которых вручную изменены проводки, они будут давать нужную сумму, но они не подлежат пересчету. То есть они не будут участвовать в пересчете и соответственно в связи с этим могут быть неточности при расчете себестоимости, при закрытии месяца и так далее. Ну, и последнее блюжечко это то, что если у вас упрощенка, то соответственно нужно выбрать в каких случаях когда у вас признается доход, то есть если вы например ведете розницу, то если мы выбираем здесь какую-то дату, то в этом случае выручка будет считаться доходом с момента формирования документа отчет о розничных продажах, то есть не по каждому конкретному чеку, который отражает поступление денег, а по документу отчета о розничных продажах. Снова мы с вами перешли в инси и администрирование, то есть вот после того, как вы заполнили эти данные, я еще раз пройдусь, то есть мы поговорили про общие настройки, про интерфейс, к сожалению не успели поговорить про права пользователей. Единственное, что хочется сказать по-быстренькому, что здесь они вынесены вне конфигуратора, например, в бухгалтерии, в предыдущих версиях настроить пользователей, добавить пользователей, например, можно было только через конфигуратор. В ERP такая функция из конфигуратора убрана, можно сделать такие настройки в разделе инси и администрирования. И, соответственно, мы с вами прошлись в меню предприятия, посмотрели организации, если у нас мультифирменный учет и настройки. И, собственно говоря, мы с вами посмотрели финансовый результат и регламентированный учет. То есть после того, как вы вот эти настройки сделали, вы можете начинать работать в конфигурации, но, естественно, по ходу пьесы, то есть по ходу составления каких-то документов вам необходимо будет дополнять справочники, которые у вас имеются, тоже номенклатуру, например, соответственно, наполнять ваши справочники новой информацией и по ходу заполнять недостающую информацию дополнительно. На этом разрешите наше время уже подошло к концу, поэтому разрешите мы отсюда уйдем и посмотрим еще раз на наши слайдики, то есть это мы с вами все уже смотрели, мы все уже там были и здесь у нас еще группа финансового учета. это собственно набор проводок, которые будут сопровождать ваши документы, то есть для их настроек, вот вы видите, это регламентированный учет, настройки справочники, группа настроек финансового учета, то есть это заполняется именно там и заполняется теми проводками, которые вы хотите видеть, ну например, если у вас производство, то это будет 20 счет, если у вас торговля, то это будет там 44 счет и так далее. И ГФУ нужно подойти к их формированию очень внимательно, потому что это ну как бы основа, то есть это основа для формирования именно бухгалтерских, то есть регламентированного учета, настройки отражают регламентированный учет и формирование ваших в общем-то бухгалтерских итогов. Ну на самом деле говорить, что вот все после того, как мы вот эти вот прошли с вами этапы, что у вас уже все готово, так конечно нельзя, просто это мы сделали минимальные настройки, которые позволят вашей системе работать с текущим дозаполнением справочников и соответственно позволят идти с минимальными потерями в скорости, в производительности и так далее. Ну вот где у нас ГФУ находится, где их можно посмотреть и потрогать, это справочник номенклатура, справочник любой номенклатурной позиции, и когда мы открываем справочник, у нас группа финансового учета, вот видите, выделена у меня красным выделением, вот здесь, то есть мы выбираем соответственно к нашим номенклатурным группам ГФУ, по пиктограммке вот этой мы можем посмотреть, что здесь зашито, ну и соответственно либо изменить, либо переместить другую группу с другими проводками, то есть каждый номенклатурный позиции, в каждом номенклатурном элементе у нас присутствует группа финансового учета, то есть проводки, которые в дальнейшем программа сформирует для отражения документа, который вы выбрали. Здесь у нас совершенно все равно какая это будет группа, то есть это будет что-то, что-то имеет количественный учет, или это могут быть товары и услуги, когда у нас количественного учета нет, а принцип формирования у нас одинаковый, видите, что мы выбираем те проводки, которые работают с отражением данного товара, услуги, работы, и соответственно у нас получается после этого справочник какие проводки мы используем, то есть например мы показываем полуфабрикаты, готовую продукцию и так далее, то есть такие проводки у нас в бухгалтерии например назывались счета учета номенклатур, здесь они у нас называются ГФУ, посмотреть где у нас расположена ГФУ, вот вы видите очень несложно, это опять же наш любимый раздел НСИ и администрирование и вот настройка и справочники по регламентированному учету, к сожалению не смогли до него, не успели до него дойти, но тем не менее, то есть именно как справочник можем посмотреть его вот здесь, если мы работаем с каким-то документом, то посмотреть его можно перейдя в карточку конкретного товара и уже в карточке либо создать новый, либо исправить, если было неправильно было заполнено, то есть делать уже необходимое телодвижение. На этом извините, наше время уже совсем закончилось, разрешите мы снова с вами вернемся к нашим слайдам. И собственно я хотела перейти на наш титульный лист, с чего мы начали, чтобы напомнить вам наши контактные данные, то есть наши электронные почты, телефоны, телеграмм-контакты и наш сайт. Вела сегодняшнюю встречу я, консультант-аналитик Галина Гардашева, мои контакты вы тоже видите на экране. И я хотела сказать, что мы благодарим вас за время, которое вы нам выделили, за внимание к нашим встречам и надеемся на дальнейшее сотрудничество, что мы можем оказать вам любую помощь при работе с семейством 1С, так что милости просим. На этом компания Кодерлайн прощается с вами, всего доброго, надеемся, что до новых встреч. До новых встреч.